Зубы человеческие, копья и стрелы, если за ними следить. Алтайские стоматологи и гигиенисты говорят, большинство заболеваний предотвратимы. Именно среди таких специалистов в Краевом медуниверситете и проходит сегодня профессиональный конкурс. Новые технологии, передовые методики. Зубной налет, который накапливался более двух дней, он отсвечивает красным светом и, соответственно, пациент видит это также в зеркало. Вот такой экспресс-метод определения зубного налета с помощью люминесцентной стоматоскопии. Все, что светится сейчас, относится к методам передовой диагностики. Так профессионалы объясняют профанам, насколько далеко зашли стоматологические гигиенисты. По этой специальности Софья Овчарова работает уже три года. Окончила базовый медколледж и теперь учит пациентов правильной гигиене полости рта. Казалось, этому с детства учат, но у специалистов реальная картина вызывает только плач и скрежет зубовный. Проблема есть с этим? Проблема очень большая с этим. Люди не знают даже элементарного, что есть врач-гигиенист. И эта профессия новая, и она набирает обороты. У постоянных зубов эмаль не сформирована в детском возрасте. Она формируется где-то в течение двух-трех лет. Поэтому очень важно, чтобы зубки были чистые. Зубной камень что провоцирует? Из-за болевания десен, это генгивиты. Как правило, у ребятишек и парень. Это мнение уже детского гигиениста. Молочные зубы могут терять и двухлетние. Поэтому наш регион стал экспериментальной площадкой для системного внедрения стоматологической профилактики. Удачно внедренная в некоторых странах, она позволяет снизить уровень стоматологических заболеваний в 10 раз. Сейчас все больше и больше научных исследований показывают взаимосвязь между стоматологическими заболеваниями и системными заболеваниями в организме человека. Это и эндокардиты, и пиелонефриты. И заболевания, одна из научных таких работ сейчас говорит о взаимосвязи с болезнью Альцгеймера. Задача гигиениста в том, чтобы предотвратить заболевания. А программа «Алтай. Край здоровых улыбок» рассчитана на появление большого числа таких специалистов в государственных клиниках. Закупку мобильных стоматологических комплексов для выезда в районы. Внедрение специалистов в школах. Зубной камень зло, поэтому пришло время собирать камни. Сколько на это потратят, пока неизвестно. Но через 10 лет у каждого должна быть возможность попасть на прием к стоматологу-гигиенисту бесплатно. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...